В этом обзоре Это интересная тема для немного гиков Камера в смартфоне не очень-то и важна Смартфон так-то говно Сделать настолько сбалансированный и интересный смартфон Надо было суметь А еще тут безумно жарко Всем привет Смартфонов очень много 2018 год уже добрался до середины И их вышло достаточное количество Но какой выбрать совершенно непонятно И я в начале года делал подобный ролик Там я рассказывал топ-5 своих смартфонов Которые мне нравятся То, что мне понравилось в плане тестирования То, что было у меня в руках И я бы мог их рекомендовать к покупке Решил повторить Но это мой субъективный топ Это не значит, что это истинно в последней инстанции Просто это смартфоны, которые мне понравились А вы напишите в комментариях, какой смартфон вы бы купили прямо сейчас Не важно, деньги это не деньги Возможно, вы его уже купили Напишите об этом в комментариях Если соберем достаточное количество комментов И, естественно, там будут какие-то закономерности То обязательно сделаем топ-5 смартфонов от подписчиков Которые купили бы вы Ну, а теперь давайте уже перейдем к моему списку Того, что было бы неплохо купить в 2018 году Кстати, народ Если кто-то из вас хочет работать в сфере диджитал То есть замечательная новость прямо для вас В августе образовательный проект Geekbrains Который входит в состав Mail.ru Будет проводить онлайн интенсивы по различным направлениям Маркетинг, дизайн, программирование Там будут выступать воротилы индустрии Те, кто уже давно работает в этих направлениях Знают все подводные камни И поможет вам избежать ошибок Которые могут попасться изначально Но самое вкусное будет 25 августа Это офлайн-встреча в офисе Mail.ru То есть вы сможете поучаствовать в воркшопах То есть применить знания, полученные на вебинарах интенсивах Прямо воочию на практике Естественно, поразвлекаться Например, пособирать роботов из наборов типа Master Yoda Ну и, конечно же, посмотреть на сам офис Mail.ru Он безумно красивый Это большая компания, огромный гигант Наш российский И я не раз был у них в офисе Там есть на что посмотреть, поверьте мне В общем, все реально круто 25 августа Ссылочку я оставлю в описании Переходите, смотрите, регистрируйтесь Участвуйте в онлайн-интенсивах Ну и, конечно же, в офлайн-мероприятиях В любом случае, вы ничего не потеряете А приобрести можете очень много Ссылка в описании Huawei P20 Pro Однозначно один из самых крутых флагманов 2018 года Это самая крутая камера на рынке И хейтеры могут заткнуться и сидеть помалкивать Мол, камера в смартфоне не очень-то и важна А, смартфон, так-то, говно Только камера хорошая, 9О не очень Все снимают лучше Не снимают они лучше Не снимают, я вам говорю честно Это действительно лучшая камера Сочестный 40 мегапикселей С этими фотками можно делать все, что угодно Я себе обязательно такой куплю Просто как мыльницу Буду с ней ездить в отпуск Безумно крутая тема В общем, если вы задумывались о камерафоне В первую очередь И вы задумывались о том смартфоне, который сможет удовлетворить ваши возможности в креативе А камерой, например, я пользуюсь очень часто И для меня это очень важный момент То однозначно это Huawei P20 Pro Ну и в общем, это достаточно крутой смартфон High Silicon Kirin 970 6 гигабайт оперативной памяти Ничего не тормозит, не глючит Все бегает максимально быстро В игрушках себя показывает просто шикарно В общем, смартфон прям получился отличный AMOLED дисплей 6,1 дюйма 1080 на 2,240 Full HD Plus матрица Очень, очень все хорошо То есть, я придраться к Huawei не могу А вот этот задник безумно красивый Он, конечно, тоже вне всяких похвал В общем, если вы задумывались Однозначно Huawei P20 Pro Это вот выбор Я посоветовал, наверное, 5 или 6 людям Его к приобретению И они настолько довольны, насколько только могут быть довольны Там даже система интеллектуальной очистки мусора Всего на смартфоне присутствует То есть, процессор сам это вычищает Это все внутри алгоритма Ох, крутая тема OnePlus 6 Здесь у нас почти 6,3 дюйма Дисплей это убийца флагманов Хоть и отказались от этого названия Сами OnePlus Но это не исключает самого факта Дисплей у нас здесь такой же Но только это теперь оптика AMOLED Это Super AMOLED с надстройками от самого производителя Там лучная яркость, контрастность Немножко перенастроены цвета и так далее Здесь же у нас и разрешение Full HD+, то есть все те же 2,240 на 1080 Ну и, конечно же, здесь у нас 6 либо 8 гигабайт оперативной памяти В зависимости от того, сколько встроенной Да, нельзя вставить флешку Зато память внутренняя супер быстрая На 64, 128 или 256 гигабайт 128, 256 и 8 гигов оперативки 845 Snapdragon Это тоже крутая тема, которая вне всяких похвал Вытягивает все, что только может Это, наверное, самый быстрый смартфон 2018 года Что я держал в руках И я не могу сказать, что это прям вау, супер, прям нереально Там даже камера достаточно крутая Вы помните, я называл ее одной из лучших И я не отказываюсь от своих слов Она действительно одна из лучших В прямых руках этот смартфон может фотографировать шикарно Показатель диафрагмы F1.6 При действительно приличном разрешении В общем, это интересная тема для немного гигов Потому что там фактически чистый Android с надстройками Который постоянно обновляется Можно уже поставить девятый И это действительно быстрый, стабильный смартфон С супер быстрой зарядкой Время автономной работы может быть не очень Но супер быстрая зарядка, она внутри И именно в комплекте Так что можно приобрести Плюс он продается в официальной русской рознице Можно либо китайский купить, либо официальный Выбирайте сами Но это реально крутая тема LG G7 6 гигабайт агративной памяти Старшей версии 4 Соответственно, в младшей Здесь у нас 845 снэп И много чего еще Это самый напичканный по фишкам смартфон 2018 года Здесь вам и ЦАП стройный шикарный Hi-Fi с супер премиум класса Здесь широкоугольная камера С невероятным показателем диафрагмы Соответственно, максимально высоким на рынке То есть одним из самых-самых При этом основная камера снимает хорошо Здесь просто невероятная оптическая стабилизация То есть вы можете идти снимать с рук И у вас все будет хорошо И много чего еще То есть этот смартфон, наверное, апогей технологий В каком-то плане Единственный, наверное, минус И вообще вопрос к LG Они не очень умеют его продавать И внешний дизайн могли бы сделать чуть более броским Чтобы он не выглядел как все Если бы вот это было Это был бы просто must-have Вообще, в принципе, он бы убил весь рынок Но и так это must-have У вас суперкрутой ЦАП Hi-Fi уровня Все всеми моментами Крутая камера У вас крутой дисплей Который больше 6 дюймов С разрешением 3.300 на что-то Я, честно говоря, не помню Но почти 4К И с максимальной плотностью пикселей Больше 560 ppi И такое делают только LG И при этом это IPS-ка И причем у нее такие цвета HDR-поддержка и все остальное Что это все видно и работает В общем, LG G7 Это действительно шикарная тема Вы даже на стол его ложите И он играет как неплохая Протативная колонка Это встроенная фишка В сам смартфон В общем, посмотрите Обзор мы по ссылке в описании И вообще все обзоры будут По ссылке в описании На все смартфоны Которые я сегодня называю В общем, это вот, знаете То, что можно обратить внимание И выделиться среди всех остальных Мне кажется, смартфон, по-моему Для этого просто идеальный Meizu 15 Meizu 15 это середнячок Причем достаточно высоким ценником Но при всем бредом Когда ты берешь его в руки Он настолько прекрасный В плане дизайна Он настолько хорошо лежит в руке Вот вы знаете Ну, это все обзорщики абсолютно говорят И вы такие Дипа, вам заплатили Наверное, это все неправда Вот вы возьмите его в руки И вы в него влюбитесь Серьезно Он очень тонкий Он очень приятный Это вот прям Вот я не знаю Произведение искусства В прямом смысле этого слова У него безрамочный дисплей По бокам безрамочный И сверху, и снизу Есть полосочки Фронтальный А при этом остался У нас сканер отпечатка пальцев Что тоже круто Камера, тоже на месте Неплохое время автономной работы Может быть не самый лучший дисплей Но при всем при этом Его хватает за глаза И он с лишней цвета передачи Со всеми моментами и так далее Meizu 15 Не про именно обычный На Snapdragon Это Ну, отчасти произведение Искусство Потому что Сделать настолько сбалансированный Интересный смартфон Надо было суметь И среди Вот среднего ценового диапазона Вроде там 20-25 тысяч рублей Однозначно Я бы его советовал Несмотря на все минусы Несмотря на кучу моментов Чего там нету Все равно Это смартфон От которого вы будете кайфовать От которого вы будете получать удовольствие Вот берете в руки смартфон И получаете удовольствие Не знаю Наверное Это вот Самый такой удовлетворительный смартфон В плане тактильных ощущений И опыта взаимодействия Что был у меня в руках В 2018 году Безумно крутая тема Meizu 15 И компания Meizu Огромный респект от меня Вы смогли сделать невозможное А вам реально рекомендую к покупке Asus Zenfone Max Pro M1 Моделька 2018 года Ролик получился неоднозначный На самом деле Я там немножко напутал В плане слота У нас там Две симки и флешки Я назвал его гибридным Сорян Я сразу извиняюсь Но на самом деле При этом не исключает и момента того Что это офигенный смартфон Который За свои деньги За там 13 тысяч рублей В младшей версии Бьет абсолютно всех Вот вообще всех ложат на лопатки Что бы вы там ни писали Там Говно не говно Asus Красавчики Не меньше чем Meizu Они смогли сделать Может визуально Не такой привлекательный смартфон Но вот с точки зрения того Как он работает Как он напичкан чистым андроидом И всеми-всеми-всеми-всеми фишками Моментами И вот ты чувствуешь Что прям Ребята старались Делали И у них получилось сделать В общем Если вам нужен бюджетник Однозначно берите Не прогадайте Не пожалеете Поверьте мне на слово Там и андроид Свеженький И все моменты И поддержка есть И сейчас поправили все Прошивочками В общем Тема которая однозначно Будет еще жить И наверное Это самый привлекательный смартфон В действительно дешевом сегменте Тогда Когда ты получаешь удовольствие Тоже от смартфона Которого стоит Очень недорого В общем Asus Красавчики Молодцы И смартфон получился зачетный Хотите больше подробностей Опять-таки По ссылке в описании Смотрите полную Версию обзора Здесь я вам говорю Какие-то свои личные эмоции И этот смартфон Остался у меня Как второй Такой знаете Бэковый На поездке На все остальное И не хочу с ним расставаться Просто в силу того Что я пошел и купил Ну это смартфон Потому что Который не имеет альтернатив За свои деньги И теперь Если кто-то у меня спрашивает Обязательно его советую Вот и все Весь топ Согласитесь Не очень много смартфонов Пишите ваше мнение В комментариях Какой смартфон Достоин покупки В 2018 году Я искренне надеюсь Я искренне надеюсь Что мы с вами Соберем еще один топ Подобный И сделаем из него Реально крутую тему И конечно же Не забывайте Про Geekbrain Ссылка в описании Самосовершенствуйтесь Это единственное Что важно В этом мире Ваши мозги И то Как вы развиваетесь Спасибо что смотрите Не забывайте Подписываться на канал Ставить большие пальцы вверх Комментарии внизу Шарим данное видео Все в остальных сетях И если подождете Мы с вами увидимся В другом ролике Будет два На похожую тему Ссылки на все обзоры В описании Пока Субтитры сделал DimaTorzok